Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня решил посетить один из проектов, который открылся 11 числа, 11 ноября этого года, и называется данный проект Ocean. Но слово Ocean написано, ну, написано так, как написано. То есть к названию, например, 11 друзей Оушена, да, это отношение не имеет. Оушен, если как написано в фильме, пишется не так, пишется как океан. Ну и, соответственно, перевода у этого названия тоже, наверное, нет. Ну, давайте заходить и смотреть, что за проект. Проект находится в стадии тестирования, о чем, в общем-то, можно прочитать в группе ВКонтакте. Вот группа этого проекта, ну и, в общем-то, вот тут и надпись, вот так написано Ocean. Оушен, наверное, это так и читается, как написано, да, Ocean, наверное, так. Ну, вот такая вот группа у них, в общем-то, в которой можно увидеть, что проект открыт. Открытие сервера Ocean состоялось 11.11, 21.11, все по 11. В общем-то, вот проект открыт, но находится на стадии тестирования. То есть, что это значит, да, игроки могут сталкиваться с некоторыми багами, которые не были найдены на стадии закрытого бета-тестирования. В общем-то, все достаточно хорошо сделано, было закрытое тестирование, вот теперь открытое тестирование. Ну, и обычно я сначала смотрю проект и потом уже на стадии монтажа его озвучиваю, ну, а здесь решил прямо вот так, как оно есть, в общем, так вот и будем смотреть. Не знаю просто, что из себя представляет этот проект. Если ничего интересного, то просто не хочется и тратить времени. Но вот такая вот менюшка мне понравилась на самом деле. Штат, в котором ты сейчас, называется Ocean. В нем ты можешь делать все, что хочешь в рамках роли плей-процесса. В телефоне ты сможешь найти организации или работы поблизости. В ЛСПД тебе нужно будет восстановить потерянные документы. Так, а вот это уже интересно, потому что подобное я уже несколько раз встречал. Так, в меню своего персонажа ты сможешь вызвать клавишей М, это понятно. Там можно узнать информацию о себе и связаться с администрацией сервера. Взаимодействие с другими персонажами автомобилями можно с помощью клавиши G. Так, у тебя есть инвентарь, в который ты можешь хранить и переносить множество вещей. Мы уверены, что сможешь найти себя. Сейчас ты можешь вызвать такси, восстановить документы и отправиться на заработки. С любовью, Ocean. Но вот эта вот позиция, что тебе нужно будет восстановить документы, я уже видел. И да, я начинаю вспоминать. Правда, на том проекте я зашел ночью, а здесь я днем. И на проекте, про который я говорю, к сожалению, сейчас я не вспомню его название. Была вот здесь, вот прямо вот на этом вот месте, где вот парковочные места, стояла аренда транспорта. Но здесь я этого не вижу. Не вижу. А значит, аренды транспорта нету. Давайте смотреть в телефоне. Который здесь на клавишу P. Хорошо сделано то, что вот слева в углу, не в углу, а по центру экрана слева, все клавиши взаимодействия. Они написаны белым, не очень хорошо читаются, но зато и не бросаются в глаза. Итак, клавиша телефона на букву P. Ваш номер. Замечательно. Так, вот таким вот образом выглядит телефончик. Теперь он выскочил справа. Да так, я пробую его переместить, он не перемещается. То есть это его место такое, я бы сказал, стандартное. Кстати, у меня 5000 на счету. Так, так, так. Что нам здесь надо посмотреть? Ну, наверное, вот эта вкладка, да? Работы, организации. Ну, аренды нету. Нету как нету. Так, посмотрим, что за работа здесь есть. Строитель, таксист, грузчик, курьер, почтальон. По рабочим занятиям, я бы сказал, достаточно скудненько. Но будем во всем разбираться постепенно. Так, следующая вкладка, это у нас организации. Сити-холл, это мэрия, полиция, скорая и еще что-то. Итальянская мафия, наверное, русская мафия, что-то такое. Ну, нам нужна полиция, да? На карте установлена метка. Это здорово. Это здорово. Так, осталось выяснить, какой кнопкой мы убираем телефон, а убираем ее все той же клавишей P. Так, смотрим карту. Да, бежать нам недалеко, полиция здесь рядышком. Ну, и по рабочим занятиям. Да, раз, два, три. Это у нас что? Банк. Три, еще одно где-то должно быть. Было же четыре, заявлено, да? А, ну и такси четыре, все, в общем-то, все понятно. Скудненько, скудненько, на первый взгляд, очень все скудненько. Ну, ладно, что ж, пойдемте в полицию восстанавливать документы. Может быть, пока туда бегу, вспомню, на каких проектах я это видел. Ну, и вот я уже подхожу к полицейскому управлению, которое, в общем-то, находится в достаточно стандартном месте. Пробежавшись уже какое-то время, я понял, что, ну, такое себе опять решение, лишать игрока какой-то возможности передвижения на моторизированной технике. Ну, я уже не говорю про велосипеды, я уже как-то говорил в одном из видео и показывал, что, ну, велосипед это не выход. Но что-то первоначальное должно быть. Вот, беготня пешком, не знаю, кому приходит в голову, вот, делать вот так. Так, ну что ж, ладно, мы добрались, и да, я узнаю это дело. И даже, даже бот, по-моему, на том проекте, где я был, находится вот в том же месте и выглядит точно так же. Так, восстановление вещей, нажимаем документы. Все, документы мы восстановили. Дальше, ключи от авто, у меня его, естественно, нету. Ключи от дома, у меня их тоже нету. Вернуться. Так, дальше у нас есть оплата штрафов, и я их не имею. Ну, понятное дело, что я всего лишь каких-то 5 минут еще здесь нахожусь. Ладненько, мы восстановили документы, и далее, видимо, надо идти на какое-то рабочее занятие. По крайней мере, вот только что я читал вот в той табличке, которая, кстати, хорошего сделана, да, на весь экран. Мы в ней прочитали, что надо идти заниматься какой-то деятельностью. По персонажу, кстати говоря, вот тоже хотелось бы немножко обратить внимание на это. Меню персонализации, которое было в самом начале, я молчал, потому что хотел озвучить что-либо. Но там есть один косячок. Все меню на русском языке, и слово фамилия, имя, все на русском языке. Но писать на русском языке, имя и фамилия, скорее всего, нельзя. Ну, потому что я делал-делал персонажа, настраивал его, настраивал, назвал его на кириллице, и проект не пустил меня. После перезахода я попробовал назвать на английской раскладке, и проект меня пропустил. Но мне уже было не до персонализации. Но меню персонализации очень-очень слабенькое, такое я бы его так назвал. Ни каких-то фишек, ни каких-то интересных решений я там не увидел. И еще я бы поменял вот это вот. Если вы перевели, то слово name и family должно быть на английском, чтобы игрок понимал, что русский язык, кириллица, не проходит дальше. В строке name надо так на английском написать. Name. Тогда сразу будет понятно. Переведено название, а вот писать надо на английском. Ну, ладно. Давайте искать какое-то рабочее занятие, естественно, с помощью нашего чудесного телефона. В котором выбираем вкладку работы. Ну, и 5200-12000. Это что имеется в виду? Нужен первый левел. Не знаю, есть ли он у меня. Если нету, то, ну, глупо, конечно, это будет сейчас выглядеть. Но мы попробуем. Все работы, которые здесь есть, они с первого левела. Выбираем работу строителя. Прокладывается маршрут. Соответственно, закрываем наш чудесный телефон. Ну, и движемся в сторону строительной площадки. Опять же таки, пешком. Потому что, ну, нету на проекте ни одной точки аренды. Вот вообще нету ни одной. Ни одной. Мотосалон. Дальше автосалон. Ну, и где-то вот здесь, да, вот она, центр лицензирования. Недалеко от аэропорта. В центр лицензирования мы попадем чуть позже. А пока посмотрим вот эти вот рабочие занятия. Кстати, а вот здесь есть, вот она, аренда. Вот она, аренда. Есть все-таки, по-моему, их всего четыре. Быстренько посмотрим, где. Здесь есть аренда. Здесь. И вот здесь. И заметьте, все точки аренды разбросаны хрен пойми где. Их четыре, как и рабочих занятий. И по логике вещей, эти арендные точки должны быть рядом с рабочими занятиями. Но они хрен знает где. Вот, например, вот эта точка аренды. Она зачем здесь? Вот зачем она здесь? Какую пользу она несет? Следующая арендная точка. Вот она здесь зачем? Кстати, здесь есть какое-то рабочее занятие. Порт Лос-Сантос. Ну, если это рабочее занятие, то точка распределена правильно. Если это просто название... Кстати, почему вот это стоит вообще в море? Непонятно. Но мы туда съездим. Может быть, это рабочее занятие, которого нет в списке. Ну, а по надписи ни хрена не понятно, что это такое. То есть, если, например, мы выбираем стройка, то стройка написана. Вот она стройка. Доставщик продуктов. Мы видим. Доставщик продуктов. А вот что обозначает чемоданчик? Бог его знает. И он один. Таких чемоданчиков больше нету. Но мы съездим туда, посмотрим. Если я не ошибаюсь, то там, скорее всего, будет работа на погрузчике. Работа грузчика, скорее всего. Если мне не изменяет память, а я уже это видел. Ну вот, в общем, мы разобрались с точками аренды, которые стоят хрен пойми как. Но слава богу, что у первого рабочего занятия есть. Есть точка аренды. Это уже радует. Ну ладно. Двигаемся в сторону работы. Естественно, пешком, к сожалению. Но надеюсь, что вот с точки работы строителя мы поедем уже на каком-то транспорте. Скорее всего, это будет мопед. Я не ожидаю ничего другого. Ладненько. Я бегу в сторону этого рабочего занятия и уже начну беседовать на тему этого проекта уже непосредственно оттуда. Ну и вот, я добежал. У вас это, наверное, была секунда. Я чуть-чуть подольше бежал. Недалеко, надо сказать, бежать. Но, тем не менее, бежать. Опять трата времени. Локация узнаваемая. И вот этот вот NPC, раздающий мопеды, скорее всего. Сейчас мы даже это посмотрим. Сразу же. Тоже стоит в узнаваемом месте. Так. Клавиша взаимодействия есть у нас. Так. Принять. Принять. Хорошо. Приняли. Ну да. Да. В общем-то, ничего другого я, как и сказал, не ожидал. Мопед, он и есть мопед. Неоднократно уже говорю. И, наверное, не устану. Так. Через 15 минут это закончится. Ну и бог с ним. Закончится и закончится. С меня взяли всего 10 баксов. На самом деле это недорого. Вот и по экономическому составляющему мне уже нравится. 10 баксов за аренду это недорого. Бог с ним. Вот то, где они стоят, эти точки, к сожалению, вызывает сомнение. Ладненько. Берем эту работу. Переодеваемся. Да, я узнаю это все. Я это все узнаю. Данное рабочее занятие я неоднократно показывал. Вряд ли что-то будет интересно. Сейчас будет перенос, скорее всего, перенос каких-то объектов с точки А до точки Б. Естественно, я уже в начале ролика сказал, да, что я в этот раз записываю не в постозвучке, да. Я озвучиваю обычно ролики в момент монтажа. Переосмыслив что-то там по этому проекту, я решился пройти, так сказать, вживую. Вот то, что вижу, то и говорю. Никакой постозвучки не будет. Поэтому вот. Не знаю, что меня ждет там, но уверен, что сейчас мы будем носить какие-то ящики, мешки с точки А на точку Б. Ну и вот первый триггер, маркер, вернее, не триггер, маркер, который стоит на первом этаже. Но да, 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 да. Сейчас будут меняться вот эти коробки. Как я и сказал, это я узнаю. Проблема данной сборки, вот данного скрипта в том, что абсолютно непонятно, да, вот куда мне нести. Выскакивает табличка, которую вам надо успеть прочитать, потому что по маркеру абсолютно непонятно, куда надо идти, на какой этаж. А этажи здесь задействованы все. С первого по четвертый. Вот надо смотреть по табличкам. Ну и нету никакой анимации. Так, мы заработали 30 баксов. Вот видите, да, горит маркер. Наценка за опыт работы, кстати, еще есть. Чем больше опыт работы, тем больше будет наценка, соответственно. Это прикольно, но если бы это не было так старо. Ну и возвращаемся к маркерам, да, вот хрен его знает, куда надо идти. Ну, скорее всего, надо идти на первый этаж. Да, возвращаемся на первый этаж. И будем возвращаться, скорее всего, сюда постоянно. Так, да, вот, как я сказал, да, будут меняться объекты. Тут не мешки, тут ящики. Я это уже показывал. Ну, такой себе скрипт, это достаточно старый скрипт. Не то, чтобы он уж очень-очень плох, но, тем не менее, и интереса он, в общем-то, никакого не представляет. Но я вот, когда отвлекся на то, что у нас появится, да, какая коробка, не увидел, на какой этаж мне надо идти. А здесь это важно, иначе будешь бегать по этажам. Нет, через какое-то время вы поймете, что вот этот маркер, если загорелся вот на таком вот удалении, значит, это второй этаж. Потому что на каждом этаже они загораются, ну, примерно в одном и том же месте. Ну, и опять спускаемся вниз. Подходя на это рабочее занятие, я его уже начал узнавать. Вообще, вот опять, видите, коробочка поменялась. Так она и будет меняться. Такая, такая. Их, по-моему, три или четыре вида коробочек. Так вот, если возвращаться к этому рабочему занятию, то, наверное, надо сказать, что сам скрипт-то достаточно неплохой, если его разбирать вот именно по техническим, да. Есть, видите, некая степень прокачивания, есть надбавка денежная. Но вот беготня по этажам, я считаю это абсолютно лишним. Это такое убийство времени, что просто пипец. Я уж не говорю про логическую составляющую, да, но это какой-то каменный век. Наверное, при строительстве египетских пирамид использовали вот такой вот ручной труд, когда с каждую коробочку ты будешь носить на, там, не знаю, самый верх пирамиды и потом бежать вниз, да. Но на данный момент в наше время никто уже этим, естественно, не пользуется. Ну, никто не будет эксплуатировать человека вот в такой глупой работе. Даже здесь, вот на этом вот месте, мы можем заметить, что вот там стоит лифт. Ну, и такие лифты стоят везде, на всех стройках. Это как раз для того, чтобы поднимались люди наверх и поднимался груз. Точно так же есть и подъемные башенные краны, которые тоже здесь на этой локации есть. Поэтому, ну, с точки зрения логики, в этом рабочем занятии она полностью отсутствует. Да, такая вот беготня по этажам, она бессмысленна, абсолютно бессмысленна. На данный момент мне опять нужно с четвертого этажа спуститься вниз. Ну, и спустившись вниз, естественно, взять новую коробку. Вот недавно как раз мне задавали вопрос. Какую работу ты считаешь более приемлемой? Так, мне нужно отнести ящик на первый этаж. Вот выскакивает табличка. Так вот, я ответил, что на первых порах я считаю, что гонять игрока, ну, хотя бы вот таким вот образом, не имеет никакого смысла. Мое понимание, что начальные работы должны быть простыми. Простыми, не особо время затратными. Ну, и, конечно же, чем она будет красивее оформлена, данная работа, тем больше эстетического удовольствия получит игрок. Здесь, в принципе, все это есть. Есть антураж, строительная площадка, рабочая форма. Единственное, что в этом скрипте не хватает, это анимация. То есть мы подходим, и ящик у нас пропадает. Он его не ложит, ничего не происходит. Кстати, пошла наценка уже. 0,15 долларов я получаю. То есть 15 центов с каждой ходки я получаю теперь надбавку. И, возвращаясь к своим же словам, сказанным чуть раньше, сам скрипт прикольный, прикольный. Если в него добавить анимацию, поменять, в конце концов, вот эту вот локацию, потому что данный скрипт всегда расположен именно в этом месте. Убрать вот эту беготню по этажам, и, в принципе, это будет неплохое рабочее занятие для начинающего, для новичка. Я, как всегда, и говорил, и буду говорить, что я не вижу смысла вот в этой вот гонке. Гонке, так сказать, по вертикали. Вот на данный момент мы идем на третий этаж. То есть это занимает приличное время. Приличное. И вот сама смена вот этих вот этажей, ну такое себе на самом деле занятие. Не буду вас мучить вот этим вот рабочим занятием. Сейчас за кадром попробую побегать, и посмотрим через какое-то время, сколько у меня будет надбавка, ну и вообще, в принципе, сколько я заработаю. Ну и вот прошло какое-то время, надо сказать, непродолжительное время, но я начал терять интерес к данному рабочему занятию. Первое, что мне не нравится, это вот беготня вот по этой лестнице. Да, для видео я обычно хожу пешком, ну для того, чтобы не было какой-то расплывчатой картинки. Ну и чтобы это выглядело более-менее антуражно. На самом же деле, приходится, естественно, когда вы занимаетесь этим рабочим занятием, бегать. Ну и когда бегаем, получается вот такой вот эффект. Вам все время приходится крутить эту лестницу. Чем выше вам, естественно, подниматься, тем чаще приходится крутить эту лестницу мышкой. Мало того, что вы не отдыхаете в этот момент, а реально трудитесь, так еще и вот это вот прокручивание лестницы все время по кругу вызывает какие-то тошнотные рефлексы. Действительно, очень долго вот на это смотреть и этим заниматься очень-очень сложно. Почему я всегда говорю, что, ну, не имеет смысла менять этажность, хотя бы просто потому, что игроку это не особо интересно. Ну, а в этом случае еще и вот этот вот эффект тошнотворного какого-то воздействия, потому что лестницу все время надо крутить. Все время надо крутить. Дальше можете заметить, что точки появляются еще и на удалении. Вот как, например, это. Кстати, заметьте, я уже получаю 2,70, как надбавка. Но все равно я уже заниматься этим не могу. Буквально 5-7, может, 10 минут беготни вот по этой лестнице, и все, голова начинает кружиться. Действительно, какие-то тошнотворные позывы. Нет, больше я работать не хочу. Я всегда говорил и остаюсь при своем мнении, что нет смысла гонять игрока вот на такие вот дистанции. Ну и с изменением этажности. Это тоже такое себе занятие. Поэтому, в общем-то, я его посмотрел, показал вам. Ну и надо с этого занятия сваливать. Сейчас посмотрим, сколько я заработал. В принципе, по заработку все достаточно неплохо. Получается, 5,900 у меня уже денег. А при заходе на данный проект я говорил, да, что подъемных дается 5,000. То есть вот за это время, ну, почти тысячу. Если бы еще немножко, то тысяча была бы у меня, в принципе. Но действительно, больше уже заниматься этим не хочется. Достаточно скучное занятие и, ну, неинтересное оно, скажем так. Все, прощаемся. Вы закончили рабочий день. Переодеваемся и забираем наш мопед. То есть я уложился в 15 минут. И арендовать новую технику мне, в принципе, не надо. Вот он мой мопедик. То есть все мое рабочее занятие заняло меньше, чем 15 минут. Ну и с работы строителей я уволился. Вот она эта строечка, вокруг которой я сейчас катаюсь, убиваю время. Опять. В самом начале, когда посмотрел в телефон, очень мелко написано. Поэтому я сказал, что все рабочие занятия с первого уровня. Нет, это не так. Все рабочие занятия ни хрена не с первого уровня. Сейчас еще раз покажу телефон. Вот они, опять список рабочих занятий. Постараюсь увеличить картинку. Нет, не с первого уровня. Это просто левел так написано. Я подумал, что это не цифра, вернее не буква L, а цифра 1. Нет, это левел. И вот написано. Левел 1, левел 2, левел 3 и левел 4. То есть, что же это для меня значит? Нет, что до второго уровня мне, в общем-то, заниматься больше нечем. Кроме строительных работ. А строительством я заниматься не хочу. Что же я для себя решил? А решил я для себя поехать вот на эту вот точку, которая мне кажется работа грузчика. Хотя я не уверен. Но поедем посмотрим туда. Если это действительно работа. Которой нету в списке в телефоне. Может быть, эта работа тоже с первого уровня. Может быть. Но так как мне все равно делать нечем. Заниматься вот этой беготней постройки я не хочу. А мой уровень больше мне ничего не открывает. Я с самого начала сказал, что проект достаточно сухой по рабочим занятиям. Их всего-то. Можно перечислить на пальцах одной ноги. Поэтому заниматься мне нечем. Пойдем убивать время. Я уверен, что левел поднимется спустя там 3 или 4 часа. Наверное, как-то так. Надо ждать. Надо ждать и надеяться, что может быть вот это вот рабочее занятие в порту тоже не по какому-то там 4-5 левелу. Может быть, оно тоже в самом начале для меня будет доступно. Поедем посмотрим. Итак, мы в порту. И да, да, я узнаю этот скрипт. Я был прав. Я был прав. Это работа грузчика. Грузчика в порту. Но только вот здесь должна быть еще работа грузчика на погрузчике. Но вот погрузчиков я не вижу. Хотя точка достаточно узнаваемая. Сейчас мы попробуем устроиться. Я еще не знаю, что меня ждет. Но, скорее всего, мы будем носить ящики вот между вот этими прицепами. Посмотрим, прав я или нет. Так, устраиваемся на эту работу. Вот здесь в углу должен загореться маркер. Да, вот он этот маркер. Не так он, правда, выглядел. Ну, ладно. Ну, и, скорее всего, вот там сейчас будет развал из ящиков. Так, метка почему-то горит не там. Нет, там горит. Все правильно. Все правильно, я ее вижу. Да, я неоднократно это уже показывал. Действительно показывал неоднократно. Очень узнаваемая. Но на проекте, где я это показывал, данный скрипт, я и говорил про тот проект, что там вообще весь сервер, весь проект был построен именно вот на этом скрипте. Только менялась одежда, менялся транспорт, ну и все. Сейчас появится ящик, да. Ящик, кстати, другой. Вот если я не забуду, то сейчас я в правом верхнем углу будет видео вставка с того проекта, где я показывал эту же работу. И говорил про проект, что он построен вот на базе как раз таки вот этого скрипта. Ну и вот, как я и говорил, когда подъезжали сюда, что да, мы будем бегать между вот этими прицепами и носить коробку. Но вот на том проекте, не вспомню сейчас его название, наверное, вот на стадии монтажа я вставлю, как он назывался. Я этим занимался, но там было это все сделано гораздо красивее. Там был поставлен контейнер с открытыми воротами, из которых вываливались вот эти вот ящики. И мы подбегали и брали эти ящики. И носили их тоже вот в эти же прицепы. Ну и да, скрипт простой, как я и говорил, вот точка А, точка Б, никакой анимации, просто автопоявление коробки. Но там хотя бы это было по атмосферности выполнено покрасивее. Здесь же нету вот вообще, в общем-то, вообще ничего. Вся работа это вот точка А, точка Б. То же самое, в принципе, было и на работе строителя, да. Мы тоже, кстати, ходили в жилетки, в каски. Подходишь к боту к одному, устраиваешься, идешь на второй триггер, меняется одежда. Ну все, как и здесь. Данный проект, я думаю, тоже построен вот в этом вот скрипте, только в разновидности. В общем-то, вот так вот я это вижу, да. Если сравнить с работой строителя, то то же самое, вот один в один. Взаимодействие, переодеваемся, точка А, точка Б, точка А, точка Б. Вот такая вот работа на этом проекте. Но это рабочее занятие не только не входит в список, но оно еще и не требует никакого уровня. Ну то есть вот я своим начальным уровнем могу этим заниматься. Точно так же, как и работать в настройке. Ну хоть какое-то разнообразие. Если посмотреть в меню персонажа, то у меня написано, что я портовый рабочий. Уровень 1. Время в игре 1 час. Ну и опыт, естественно. Вот, наверное, еще 3 часа мне надо здесь пробыть, чтобы у меня открылся опыт второго уровня. Да, то есть второй уровень мне открылся. На тех рабочих занятиях, на тех проектах, про которые я все время упоминаю, потому что это не какой-то уникальный проект, это переиздание какого-то другого. Другой сборки, которая тоже путешествует, видимо, из рук в руки. Так вот, там по достижению второго уровня, именно вот этого рабочего занятия, открывалось следующее занятие. Ты мог заниматься тем же самым, в общем-то, но только на погрузчике. Но здесь, как я сказал, погрузчиков нет. Для чистоты эксперимента я побегаю. Не буду мучить вас вот этой вот неинтересной картинкой. Побегаю за кадром и посмотрю, что будет, когда у меня откроется второй уровень вот этого портового рабочего. Появятся ли здесь где-нибудь погрузчики? Ну и, друзья, прошло какое-то время, не знаю, я даже не смотрел. Внизу, в правом нижнем углу есть таймер. Можно, если кому-то интересно, посмотреть, сколько прошло времени. Но, к чему я говорю-то и веду, я не могу себя заставить заниматься вот этой вот хренью. По той простой причине, что, да я знаю эту сборку, я знаю этот скрипт, ничего интересного дальше меня не ждет. Даже если где-то здесь сейчас, спустя то самое время, а нужно отнести 150 вот таких вот коробок, чтобы у вас повысился уровень. Даже если уровень повысится и появятся здесь погрузчики, ну это, блин, ну это неинтересно, действительно. Ну я видел этот скрипт, я видел эту сборку уже неоднократно. Я лучше оставлю вот тут в правом верхнем углу ссылочки на проекты, которые используют ту же самую сборку и те же самые скрипты. Один в один, в общем-то. Живы ли они или нет, те проекты, которые вот используют эту сборку. Но вряд ли, вряд ли кому-то будет вот прямо так интересно существование вот этих вот проектов, где, ну, вы все сами, в общем-то, видите. Все очень сухо, все очень скупо. Как по рабочим занятиям, в общем-то, так и по самой сборке. Интересного здесь мало. Ну а если говорить в целом про этот проект, то показать здесь больше, в общем-то, и нечего. Я уже неоднократно говорил, что, в моем мнении, это не имеет смысла открывать вот такие вот старые, уже потасканные сборки, которые не нашли своего места в онлайне. Существовали уже, открывались много раз, но так и не добились ничего. Это, открытие такого проекта, это, наверное, вот чисто для себя, вот для автора. Он открыл, он как бы счастлив, что вот у него есть свой проект, заходите, играйте, хотя вряд ли здесь будет какой-то онлайн. Я вот оставил ссылочки на проекты, можете проверить, кстати говоря, вот живы они или нет. Те проекты как раз вот и использовали данную сборку. Ну а на этом проекте мне больше показать нечего. Если кому-то интересен данный проект, данная сборка, заходите, он открыт, играйте, получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго.